всем приветик дорогие мои друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом и сегодня по вашей просьбе просьбе мы пишем вот такого милого замечательного хэллоуинского котика форматик у меня небольшой 18 на 24 то есть смело берите больше если кому-то неудобно на таком маленьком формате писать красочка масла то есть красочек как видите немного немного понадобится нам для этой работы подписывайтесь на канал если не подписаны включайте колокольчики чтобы не пропускать новое видео мы начинаем как обычно разбавитель давайте перед у меня кисточка синтетика кругленькая и вот я размечаю сеточку 4 на 4 вообще то есть приблизительно наметили реки не особо ровно сикость накость но приблизительно наметили сеточку коричневые что по плоду коричневого у меня бандит коричневый можете брать марс коричневый темный можно брать ум бруженную вообще без разницы какой коричневый вы будете брать и вот нами наметила сначала вот это ведрышко до или ступа в чем он сидит тоже намечаем ее не смотря на то что у нас тыква там буду до закрываем полностью намечаем всю все вот это вот ведро для того чтобы у нас потом сверху мы тыковки до нарисуем и чтобы контуры у нас были пропорции все были правильные то есть а сверху уже тыквы также с тыквами до сначала большую полностью нарисовали впереди нее более маленькую и наметила я шапочку котенка силуэтиком намечаю где у меня головушка где лапки будут на него да вот я отметила такой место где у меня будет теневая носик такое страшное привидение совсем не похожая на котенка до получила сейчас кто новенький на канале посмотрят скажут боже мой что он нарисует сзади вот намечаю небольшая тыковка эти просто кружочками примерно уловить какого они размера то есть не вырисовывая их полностью да и вот здесь стоит метелочка тоже видите я наметила тыковки и уже поверх полностью прям наметила добавляю эту метлу индиго с белилками тку получается серенький цветик на разбавители кисть тоже вот я этой же синтетикой работаю выберите кисточку ту которая вам удобно писать не надо привязываться именно к той кисточке которая у меня наметила зрачочки теперь вот тоненько стараюсь обрисовать глазки обращайте пожалуйста внимание на направление как они спускаются да потому что у котиков такие вот они характерные до уголочки внутренние глаз и не успускаются к носику то есть это надо учитывать уголочки если получается эта линия обводочка до глаза слишком толстенькая не переживайте потом светлым цветом когда мы бушов прорисовывать мы это все дело подрежем еще больше белила к к низу для того чтобы придать более таки красивые светлые глазки объемом он придать что они у нас кругленькие до черным цветом то есть индиго я рисую зрачочки и совсем совсем на краешек кисточки набираю белилки и ставлю плечочки белилки охран туда же коричневого пока таким цветом вот уже когда начинаем прорисовывать уже смотрим где нам подрезать к примеру да вот эту вот каем очку глаза в разбеленный охрист добавила немножко красненького наметила носик и в таки как губки до его еще больше белил в тот же охрист и до разбеленный между глазок добавляю светлый цвет сразу не делайте слишком светло то есть постепенно высветляю вот сейчас видите светлым я прорисовываю и как раз подрезаю чтобы вот это вот окантовочка около глаза было максимально тоненькая но тоже тоненькая она будет не везде то есть те уголочки которые вот ближе к носику дойдут они там у нас будут более толстенькие то есть сверху снизу потоньше коричневым наметила шерсту которая темненькая на лобике стрелочки на глазках прорисовываю под глазами да коричневого добавила посветлее под глазками то есть у нас получается будет идти глазик потом тоненькая светлая полосочка шерстки и потом уже темненькие темным наметила по подбородочку теневую она такая темная не будет мы ее потом растушуем это как раз таки будет у нас отделять вот эта теневая голову от самого тела оттеночками играю вот самый самая темная шерстка это у нас коричневый средняя это разбеленная охра можно даже если она сильно желтит чуть-чуть добавлять коричневого вот эти подрезаю глазки аккуратненько не спеша получаются они более аккуратненько и форма глазок коричневого оттеняю сверху чуть-чуть носик и мазочки наносим соответственно так как у нас растет шерстка да то есть по носику вверх на лбу у него тоже идет шерстка вверх да то есть на щечках уже мы как бы более горизонтально мазочки наносим то есть так как шерстка растет так мы и рисуем эту шерстку светлее темнее да где-то самая светлая часть у нас будет непосредственно подбородочек немножечко да и около носика вот где усики у нас растут ухо тоже видите на ней тела то есть там где она толщинка его видно там более темным серединка более светлым вот разбеленный ух листы грудка посветлее будет да у нас и лапки и тело потемнее наношу такими как бы волночками лапку закрываю тоже разбеленной ухо где-то больше охры где-то даже коричневые такие чтоб он был не однотонный какой-то датку полосатенький и тело закрываю сначала коричневым потом коричневый сухра чуть-чуть посветлее как бы не делаем четко четкую резкую границу до от светлого к темному то есть постепенно пусть через охру переходим и лапки смотрите мазочки я наношу как бы по форме лап лапки мазочек обнимает пытается повторить форму лапки коричневатых охристых оттенков между лапок потемнее и грудка беленькая будет у него поправляю толщинку глаза если этого требуется тонных пятнышек куколоносика немножко то есть добавляю мазочка в шерстку до чтобы было красиво интересно темных светлых под глазками потемнее если белый перекрыл на этом пока котенка оставляем кисточка у меня вот такая вот синтетика скошена но это она без номера без всего это китайская кисточка даже фирмы там нет никакой чистым индиго я закрываю шляпку кисточки те заказывала на алиэкспресс были такие хорошие мягенькие потом распушились стали знаете вот проводишь ей она практически все за собой снимает такая какая-то синтетика но иногда они прям вот в некоторых случаях очень удобные то есть редко ими пользуюсь но иногда выручают индиго закрасила шапочку тонким слоем с разбавителем и чистым коричневым закрываю наше это ведро я буду называть ведро может это ступа может что-то еще другое вот по форме ведра до закрыла то есть такими вот лодочкой красный желтый капельку коричневого не сильно ярким таким приглушенным грязноватым оранжевым закрашивают тыквы да да большая тоже у нас с правого края она будет более оранжевая а с левого более такой желтенький добавляем если в желтый добавить индиго получается зеленоватый цвет то есть дальнюю вот тыковку там закрасили зеленоватым таким следующая оранжево-желтая и соответственно наша метла а через коричневый можно немножечко индиго добавить она у нас будет потемнее чем сама ступа это саму эту палку тоже наметила краплак розовые белила и чтоб он не был такой знаете прям очень яркий добавляем него немножко коричневого успокаиваем эту яркость закрашиваю фон мазочки наносим на коротенькие такие вот разнообразные чтобы как мозаичка добыла чтобы интересный фон делаем чем он разнообразнее да вот мазочки у нас тем им будет интереснее не надо закрашивать его 1 ровненько однородно как вот стена да очень гладкая выглаженная то есть наносим разнообразненько в углы я иду в края больше добавляя коричневого темного ближе к котику светлого не пересветлите на данном этапе с фоном пускай лучше будет сначала чуть чуть темнее потом случае чего можно всегда добавить более светлых оттенков вот я затемняю углы коричневым такими видите размашистыми мазочками смелыми чистым индиго я прокладываю тень от метлы подступай под тыквами и сухой кисточкой когда протираем плавненько тени ту растушевываем взяла опять синтетику работаю вся работа будет проходить двумя кисточками то есть синтетика кругленькая и вот это вот китайская скошенная прорабатываю форму белилки с розовеньким там да видно у меня подпачканные чуть-чуть белила какие таблички на шляпку ленточка на шапочке желтый потом левый край оранжеватый мазочек поставила белилки с желтеньким где такой вот акцентик на светленький впереди и начинаю прорабатывать тыквочку нашу дальнюю она у нас такими дольками до закругленными и синтетикой в один мазочек ставим такие вот дольки между долек этих должны оставаться вот эти темные участки нашего подмалевка индиго желтым зеленоватым оттенком вот хвостик краплак розовый с коричневым вот эти вот места до соединения долек сделала потемнее белилки с желтым следующая тыква за котенком то есть видите да я создаю такие вот прям долечки тыквы краплачка немножко вот от котенка добавляю краешки затемняю то есть она такая должна быть и знаете не сильно бросаться в глаза потому что она самая получается дальняя то есть мы добавляем розовый чтобы она ее видно да но она так вот сливается с фоном и получается что она у нас уходит на дальний план индиго желтым чуть-чуть белила да чтоб поярче был зеленый немножко чем подмалевок намечаю вот тыкву она такая зеленоватая недозрелая хвостик коричневый немножко белый белый желтеньким блечочки на этой на этом хвостике где-то белилки с желтым поставила какие-то светлые дольки тем и теперь более плотно перекрываю нашу ступу уже вертикальными мазочками ну как вертикальными смотрите по форме этого ведра если впереди посередине где-то до ведра мазок будет практически вертикальный то в края у нас они уже начинают наклоняться и немножко коричневого с белилками так легким легким еле касаясь движением показали какие-то светлые участки под лапками оттеняю белилки охра вот это вот на ведрах такие есть знаете металлический обод которые вот эти все дерево держит на как все вместе красненький такой вот подпачка он в оранжевый добавила ох рачки чуть-чуть желтый красный ухо немножко таких оттенков сюда коричневатых то есть делаем работу если вы не заметили мы сначала закрываем одним каким-то до конкретным цветом а потом для интересности для сложности добавляем каких каких-то других оттенков как в этом металлическом кольце да вот на основной цвет нанесли потом там где теневая мы оттенили на более темных более светлых добавили толщинку показываем индиго также индиго я показала как бы досточки да вот эти теневые полосочки сейчас теневую прорабатываю более чтобы она такая по контрастнее было потемнее более плотно ручку нашей метлы коричневым и сами прутики мазочки наношу чтобы было видно что это как бы не сплошным цветом закрашена да а чтобы там как вот эти вот прутья видны были и легким легким движением наношу тонкими мазочками вот эти вот прутики смотрите друзья здесь в чем фишка такая чем вы быстрее нанесете вот эти прутики тем они у вас будут ровнее то есть если вы будете сидеть и аккуратненько медленно вести стараться сделать какую-то ровную линию это касаемо вообще не только этих прутиков то есть чем быстрее тем она будет ровнее попробуйте сначала в воздухе такое вот движение а потом постепенно подходите кисточкой холсту и получится у вас все хорошо тыкву вот большую до наметилась серединку и от нее прошла вот этими прожил очками и более светлым цветом я их закрываю у тыквы верхняя часть до видимо на не просто у нас овал какой-то она у нас как бы видите да такими закруглениями дольки вот эти вот внизу и вверху они видите закругляются то есть каждая долька еще закругленная и если мы смотрим на нее да то впереди у нас такие вот широкие дольки по бокам мы уже видим их более плоские более узкие и коричневатым коричневый желтым хвостик краплак с коричневым опять серединку наметила да и показываю вот эти вот теневые между дольками оранжевым цветом закрываем то есть маленькая тыквочка у нас будет немножко потемнее закругляем дальние белилки желтым кое-где поставим более светлых мазочка в основном это ближе к левой части то есть так как у нас свет падает слева и хвостик какой-нибудь интересный хвостики тоже у тыковок смотрите чтобы они были как-нибудь в разных направлениях повернуты блечочки на них также краплак с коричневым намечаем треугольнички глазок у тыквы ротик намечаю вот здесь такой зубик есть и внизу тоже небольшой вырезом зубик наметили и серединку закрашиваем темным цветом краплак с коричневым плотненько так если светлый цвет подмешивается можно подстереть его такую сделали улыбочку белилки желтым толщинку про покажу то есть тыква она же у нас имеет толщину да то есть кое-где таких светлых участков и треугольнички глазок тоже покажем толщину вот эту глубину то есть таким вот там оранжевым цветом с коричневым просто вот буквально два мазочка и уголки внутренние индиго оттеняем получается такая вот глубина прям на самой метле вот то есть такие два сучка еще в сторону белилки с охрой но не сильно ярко тоже какие-то мазочки покажем движение по метле немножко плечочком на шапочку и вот такая кисточка у меня есть это друзья как-то брала себе картины по номерам и там вот в наборе были такие кисточки такую любую возьмите мягенькую пони или что там с детского может какие-то остались и легеньким легеньким движением еле-еле касаясь постоянно протирая кисточку по направлении шерстки начинаем причесывать нашего котеночка делаем его пушистым почему мы не сделали это сразу нам надо было чтобы красочка чуть-чуть успокоилась впиталась он и сильно за кисточкой не тянулась то есть мы это сделали поэтому в конце причесали котеночка и теперь уже смотрим да и можно немножко около котенка вокруг да вот с всего изображения как края особо не трогаем пускай они там темные остаются немножко такими вот дымчатыми мазочками высветляю немного и вот посмотрите поближе видите на фоне принципе красочки очень-очень мало тонкий слой тыковки телочка котенок на переднем плане какие тыквы метла вот такой милашный котик у нас получился спасибо друзья за просмотр поставьте лайк этому видео если понравилось поддержите канал вы этим помогаете каналу развиваться пишите комментарии я на этом с вами прощаюсь до скорой встречи в новом видео пока пока